приветствую всех любителей винограда также своих подписчиков меня зовут юрий стражев и канал виноград личины друзья у нас уже сегодня 21 сентября двадцатого года прошли выставки по беларуси друзьям из пяти было гомель был пинск было лида было самохвалыч и было и было гродно пять выставок из пяти я побывал только на двух в гродно не получилось было машина там немножко подвела на ремонте в лиде выставку мы провели своими силами лидский клуб виноградарей но было столов немного так получилось что пару столов с ягодами пару столов саженцами виде съемку я друзья тоже не делал потому что ну тоже самое практически было что и в пинске наши там ребята были что в пинске то было и в лиде ну в целом так люди были никого мы со стороны не приглашали к себе виноградарей ну потому что не было массовых мероприятий люди чтобы если приехали то надо как-то чтоб и продали что-то там окупилось и поэтому сделали своими силами друзья что на сегодняшнее время осталось по ягоде хочу вам сказать что можно сказать две трети части я уже срезал ягода реализована пять пять литров мы насушили изюма уже своего домашнего поставила жена компота по моему компот был виноградный яблочные и не знаю сколько там я это не вникаю на соковарки на натиснули так сказать сока вот я вам еще хочу показать что осталось вот приближу это кадрянка еще висит набирает сахар она уже тоже готова ее мы кушаем но объемы еще такие как бы солидные на кадрянке поэтому я она еще висит по этому роду еще красотка у меня висит уже что-то срезается что-то продается красотка как видите вся изумительная целая нет без треска без всего то есть все аккуратно там инсети для свисит немножко еще там пару розочек там русбол киш-миш и магдальский еще будем будем и вот они не срезанные будем тоже наверное его пускать русбол на изюм по второму роду осталось сливье она тоже набирает сахар еще пока не совсем все набрало но за эти дни она отлично подтянется наберут уже ягоды щипаем даже розочки уже срезаем там чарли друзья висит он тоже еще немножко не дошел до той кондиции которой бы мне хотелось там уже и пистер срезали пару гроздочек осталось еще преображение по третьему раду там срезана часть лоры и висит еще практически все валька валёк уже готов но он хорошо держится на кусту не гниет ничего поэтому мы пока его потихоньку срезаем и он идет на реализацию здесь еще мускатного шахтинский тоже висит часть его тут уже все скушали все срезали что продали и здесь еще в этой стороне часть лоры тоже висит она тоже готова но потихоньку все идет на реализацию друзья по четвертому раду пару гроздей осталась гибридная форма антошка в этом году очень он тебе прекрасно показал очень урожайный получился ягоды такие грозди бомбезные очень круто здесь еще есть бажены пару гроздей тоже бажена как всегда хороша она крупноплодная считается я уже говорил в своих роликах что ягоды крупные нее сфинкс друзья полностью срезан очень урожайный куст примерно прикидывал там по моему 60 килограмм что-то такое 50 60 так и в конце еще там что-то в конце пару гроздочек висит по моему это еще алешинки до арочный все съедено одежда оксайская тоже все снято здесь продюсер висит хочу по нему ролик сделать еще частично алладин 342 уже давно кишмиш съели еще часть алладина дальше висит еще друзья висит у меня злата практически вся пару гроздочек только срезана в этом году скажу вам по правде немножко не набрал он тех кондиций которые я пробовал вкусовых качествах в прошлом году позапрошлом году наверное это сложилось тем что проходили дожди немножко набрала влаги все-таки ушел тот вкус который я пробовал еще раз говорю кушал в прошлом году и может сложили сложилось то что очень холодные ночи у нас были последние недели была холоднютка и поэтому друзья сейчас у нас восстановилась теплая жаркая погода пришла бабье лето ну как жарко для наших условий запад беларуси для нас это жарко передает до 25 градусов днем и до даже по моему 17 один день проскачивала проскакивала вернее ночью а так у нас прошлые вот эти три дня было очень холодно ночная температура была плюс 3 потом плюс 2 и сегодняшняя ночь была плюс 1 днем доходило до где-то 12-15 градусов был очень холодный ветер поэтому друзья сейчас вот когда пришло опять бабье лето пришла такая уникальная возможность подогнать нашу лозу на вызревание я и затеял этот ролик показать и сказать что я делаю для того чтобы лоза немножко быстрее вызрела это вот такой уникальный момент сегодня еще раз скажу был плюс 1 градус всего лишь тепла я же думал что будет мороз укрыть я по определенным причинам не смог бы вы на эту ночь но у меня так как говорится пронесло прошел мороз со стороной хотя я знаю что друзья мне написали что в гомеле был заморозок определенного в определенных местах и звонили тоже что в могилёве тоже на низинах там был заморозок у них итак я вам хочу показать на сегодняшнее время он даже подойдем к кусту смотрите это саженцы посажены в этом году вызревание лозы буквально уже доходит до метра взрывание я считаю неплохое буквально на каждом саженце саженцы как видели я выгонял по две лозы вот здесь тоже будет как бы усиленный усиленный рукав у две лозы одна лоза правда зеленый зеленый еще вот это вот а это глаза уже первое вызрало тоже очень даже неплохо до метра что я друзья сделал смотрите сами я все лозы свои положил горизонтально так сказать земли они росли вот на штакетинах деревянных вертикально вверх почему я так сделал это скорее всего информация для новичков будет чтобы они знали когда глаза растет вертикально вверх то сила роста увеличивается в этом кусту когда мы же ложим лозу горизонтальной земли меняется полярность в винограде и ростовые процессы как бы проходят но они очень замедляются и лоза уже не растет так быстро как допустим нам надо нам сейчас не нужно чтобы лоза росла нам нужно чтобы лоза вызревала и что я друзья в последнее время делал для того чтобы лоза вызрел сумки смотрите я уже говорил что я все пасынки не удаляю от основной лист вот это глаза вот это пасынки оставляю по одному листику везде по одному листику оставляю почему это так важно у нас потому что я смотрю тоже другие сайты и друзья из украины рекомендуют что могут ну или советуют что нужно убирать все пасынки чтобы ростовые процессы остановились а возрывание лозы улучшилось я же оставляю по одной причине потому чтобы не открылась наша почка которая закладывается допустим на урожай следующего года если убрать все пасынки уже мне это случалось тогда могут открыться вот эти основные почки если пасынки нету и тем более вот это время которое сейчас у нас наступило бабье лето и погода поднялась температура увеличится и возможно если у вас эти пасынки все удалены возможно что откроется почка которая предназначена для урожая следующего года вот что я сделал убрал пасынки уложил лозу горизонтально и я раз даже уже сейчас в пять дней делал подкормки калийные по листу это тоже очень помогает для вызревания лозы делать эти подкормки но друзья хочу вам поделиться своим опытом я его провел на своем участке и сделать уже два раза я как бы усилил дозу калия но усилил дозу калия не одним препаратом допустим там или монофосфат калия или серно-кислым калием или кристаллоном коричневым а я смешал все эти три компонента в одну емкость и так уже обрабатывал но не обрабатывал подкормил по листу два раза я брал монофосфат калия 20 грамм то есть столовая ложка без горки я брал серно-кислый калий и я брал кристаллон коричневым все это я смешивал одну емкость и дел обработки то есть подкормки по листу смотрите листья у меня не спалились листья чистенькие поэтому результат я думаю на лицо и я уже тоже обратил внимание что когда я сделал две подкормки таким образом то лоза моя увеличилась побыстрее стала вызревать вот если у вас температура ниже плюс 10 градусов обрабатывать по листу подкормки делать по листу это бессмысленно лист не работает устья в листу не открывается туда не попадает элементы питания лист тупо уже идет спячку он как бы не работает поэтому друзья вот сейчас этот важный очень момент не упустить его когда у нас наступила солнечная погода я думаю что это по всей беларуси пришло бабе лето вот сделать успеть ну одну а может даже две подкормки по листу подкорм друзья я не лил потому что это опять может спровоцировать рост лозы мне это не нужно сколько влаги есть земле столько есть если пройдет дождь ну значит пройдет ничего то страшного нету но сами уже я думаю что не стоит поливать по крайней мере я у себя поливать не буду еще такой задавался вопрос дает ли лучшее возрывание лозы если оборвать нижние листья ну как видите я нижние листья обрываю я думаю что это какой-то определенный процент играет на то что лоза может лучше вызреть все листья конечно не стоит собрать иначе как потом делать обработку по листу если у вас нету листьев если друзья на взрослых кустах возрывание лозы идет отличное можно сказать за эти дни даже подтянутся те лозы которые немножко отстает в возрывании то на молодых нужно обязательно сделать вот эти калийные подкормки на этом все друзья что я хотел рассказать в этом ролике подписывайтесь на канал ставьте лайки помогите своим винограду добиться хороших результатов взрывания лозы подкормиться ваш виноград калийными подкормками всем удачи всем пока